Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Зима близко». В студии в Риге работает Вадим Родионов. На связи из Берлина Денис Ханов. И звукорежиссер Родион Золотарев нас объединяет сегодня. Здравствуй, Денис. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошо ли вы меня слышите? Да, мы слышим тебя хорошо. И сегодня мы будем говорить о беженцах. Это тема, которую далеко не все готовы не то что слышать, даже обсуждать. Давай на эту тему сегодня подискутируем. Да, на самом деле у меня было ощущение, что я толком не знаю, с чего начать сегодняшнюю передачу, потому что так много тем накопилось за последние несколько недель. И даже наша заставка, мне кажется, уже менее актуальна, чем раньше. Может быть, нам стоило бы изменить время глагола «близко», «быть близко», «приближаться». То есть зима наступила, ты считаешь? Зима уже наступила, да. Может быть, мы толком сами этого не заметили и продолжаем не замечать, как постепенно во всем мире сокращается пространство демократии. Почему я постоянно возвращаюсь к этой теме? Потому что, мне кажется, как раз сегодня тема беженцев стала своеобразным таким замером, стала такой лакмусовой бумажкой или индикатором того, насколько мы, европейцы, все еще можем считать себя наследниками демократической культуры. Неважно, как далеко мы заглядываем в прошлое, будь то античная культура или, может быть, все-таки ситуация после французской революции. Вспомним, что мы все еще живем в пространстве декларации прав человека и гражданина, хотя во многом именно 20 век тоталитарные режимы, они как раз попрали свободы. И казалось, что окончание 20 века как раз пройдет в таком вечном, скажем, бездвижении о том, о чем говорил Фукуяма, конец истории, о том, что политические блоки распались, что после распада Советского Союза и Варшавского договора просто мы не можем говорить о поляризации мира и что мы триумфально входим в глобальное свободное пространство прав человека, солидарности, свободы и так далее, и так далее. В результате сейчас мы 30 лет спустя в прошлом году отмечали падение Берлинской стены, мы вернулись обратно к стенам. И давайте немножечко, скажем, сделаем такое предварительное вступление перед тем, как поговорим о тех несчастных 13 тысячах, которые сейчас находятся на границе между Турцией и Грецией, среди них очень много детей и юношества, которые потеряли своих родителей во время войны, войны, которая, по сути дела, поддерживается все еще тоталитарными режимами из Европы. И, по сути дела, если мы сейчас пытаемся найти источники стабильности демократии, то мы видим, что их почти не осталось. В любом случае, в новом свете мы видим, что Соединенные Штаты Америки превращаются в какой-то безумный, такой чудовищный карнавал в стиле Стивена Кинга, когда, по сути дела, в Белом доме безумец, безумец, который окружает себя, например, совсем недавно слышал, окружает себя новыми духовными лидерами христианских конфессий. Причем в Америке это настолько широкий спектр конфессий, что почти каждый может прогласить себя основателем какой-то новой церкви. И некоторые, скажем, евангелистские движения стали настолько влиятельными, что теперь их приглашают в Белый дом. И вот совсем недавно новый духовный руководитель президента США объявил, что Белый дом – это священное место, и что не голосовать за Трампа означает отказаться от Всевышнего. То есть Трамп – это Бог, Белый дом – это церковь, так можно это трактовать, уже вот эти понимания, и сакрализацию власти, которая происходит. Это, с одной стороны, с другой стороны, это карнавализация власти, потому что, простите, но со всеми скандалами, касаемыми, допустим, возможного насилия над женщинами и так далее, объявить Трампа почти что святым, а то и синонимом Господа – это такая пародия на Тартюфа, что, я думаю, Мольер пришел бы в восторг, но, к сожалению, Мольер давно умер, и описать все это не может. Она приходится в этой безумной комедии жить. Иными словами, мы сейчас видим консервативно-вульгарную, скажем, такую парадигму в Америке, которая никоим образом не может поддержать либеральную демократию и права человека в Европе, не то что у себя в стране, потому что сам Трамп, по сути дела, в своих выражениях является представителем расизма, и об этом говорят очень многие чернокожие эксперты и, скажем, общественные деятели США. То есть, условно говоря, Европа на Америку сейчас положиться не может, там происходит нечто безумное. Смотрим дальше. Будущие выборы президента США, скорее всего, не принесут какого-либо изменения этого дискурса, потому что демократы очень разобщены. Там довольно-таки вялые и бледные конкуренты, и пока они дерутся между собой, по сути дела, Трамп, наблюдая за всем этим, сможет использовать весь свой потенциал. Это фейк-ньюс, который мы все очень любим. Это теория заговоров, это теория заговора против Америки и так далее, и так далее. Так что, в принципе, к сожалению, мы видим, что наследие Барака Обамы исчезло буквально за несколько лет, за четыре года. От него не осталось ничего. Ну, здесь можно ли, на твой взгляд, говорить о том, что это конец либерализма? Конец либерализма в мире, в Европе, ну, про Латвию мы тоже можем поменять. Ты очень точно подметил, это вопрос очень болезненный. Я несколько дней, пока готовился к сегодняшней программе, думал, стоит ли мне совсем создавать такой этюд в багровых тонах, или все-таки стоит оставить хотя бы для самого себя, ну, или для нас всех, тех, кто работает на полткоме, хотя бы какую-то слабую надежду. Я думаю, что надежда всегда есть, это известная старая пословица, но на данный момент у меня есть, к сожалению, яркое ощущение, хотя мне иногда свойственно впадать в панику, как и любому из нас, или, по крайней мере, просто становиться пессимистом. Я думаю, мы вернулись в нечто, что соединяет в себе консервативную культуру 19-го столетия, что касается гендерных вопросов, что касается вопросов сексуальных меньшинств, образа женщины, прав женщин, феминизма. И здесь, к сожалению, в Латвии нередко впереди планеты всей с очень консервативным правительством, с очень консервативным парламентом, с скептически настроенным большинством общества, с большим процентом насилия над женщинами в быту и в домашних условиях и так далее, и так далее. Я считаю, что ко всему этому прибавилось то, что, допустим, совсем недавно президент Германии обозначил как болезненное влечение к авторитарному прошлому. И сейчас в Германии обсуждается то, насколько действительно сильна система противодействия радикализму в Германии, в стране, которая как бы за 70 лет сделала очень многое на пути к либерализации, к стабильной демократии. Так вот, действительно, мы видим, что общества Европы все больше и больше начинают, скажем, терять свою способность логически размышлять и начинают просто любить сильный образ политика мужчины, такой альфа-самец. Чем грубее и вульгарнее, тем лучше. Посмотрите, явление Берлускони, да, то есть он буквально кормит итальянскую политику какими-то амурными историями, такой дешевый, стареющий дон-жуан из цирка. Ничего другого о нем сказать больше нельзя, но он, что называется, поставляет постоянные опереточные или сериальные истории для прессы, для итальянского общества, и тем самым мы видим, что он все еще популярен, неважно, что он совершает, какие, допустим, правонарушения. Что касается нашего региона, то мы, к сожалению, плетемся в Арьергарде. А, к сожалению, по моему мнению, это мое мнение основано во многом на той информации, которую я получаю, люди, с которыми я общаюсь, тенденции, которые я наблюдаю. Может быть, все это только одна версия, и пусть она и останется только версией, но мне кажется, что мы очень быстро забыли о свободе, увлеклись национализмом, причем национализмом не только этнического большинства. Я знаю, это знаменитый тезис, условно говоря, русскоязычных политиков, латыши-националисты. Нет, это люди, которые живут в атмосфере постоянно обновляемой травмы своего прошлого и того, что их, по сути дела, в таком состоянии держат политики, потому что им нужна власть. Власть эту можно легче всего получить, именно разъединяя и совершая постоянное такое насилие над прошлым. Но этими же аргументами страдают и этнические меньшинства. Я не вижу ни либерализма, ни, условно говоря, даже хотя бы социал-демократической солидарности, культуры левой, так называемой леватской культуры, которая произрастала бы, может быть, из-за ощущения того, что хорошо, допустим, меньшинство чувствует себя в какой-то степени, скажем, теми, кого, может быть, маргинализируют или недостаточно включают. Может быть, даже тема русского языка и образования, она во многом является продолжением такого достаточно кухонного, мне кажется, национализма. То есть речь не идет о сохранении и развитии этнической самобытности или русскоязычной культуры. Нигде, нигде в этих дискуссиях я не видел, скажем, роли неправительственного сектора. Я не видел, условно говоря, возможности развития воскресной школы. Я не видел развития литературной традиции и так далее. Даже наша несчастная орбита, которая, условно говоря, представляет собой сосредоточие русскоязычной поэзии и прозы, они давно уже ушли в нечто цифровое, аудио, перформативное, потому что нет толком аудитории для них. То же самое мы видели и с театрами русскими и так далее. То есть в какой-то степени мы не видим развития гражданского общества. Мы видим скорее копирование националистических формул, те, которые мы перенимаем, допустим, как меньшинственные группы от дискурса латышских политиков. Причем я бы как раз протестовал против того, чтобы вешать эти ярлыки. Подчеркиваю, в который раз никто никогда из моих латышских коллег или, допустим, моих начальников или еще кого-то, моих педагогов, никто никогда меня не дискриминировал, не исключал по признаку того, что я русскоязычный, русский, неважно кто. Оставим на мгновение эту тему. Вернемся к беженцам. Так вот, эти несколько тысяч человек, по моему мнению, является, к сожалению, заложниками какой, как раз той ситуации, которая появилась в Европе после 15-го года. Мы хорошо помним, что в те времена все, кому не лень, даже талантливый политик господин Бондарс, который решил составить себе на этом политическую карьеру, заявил в 15-м году о том, что, о, ужас, они приближаются к нашим границам, они могут нести неизвестные нам инфекции, болезни, они угрозы и так далее, и так далее. Я помню, что 5 лет назад я настолько возмутился, что, собственно говоря, может быть, даже против своей воли и вступил в эту тему. С другой стороны, я понял, что для меня эта тема, как для педагога, который занимается историей европейской культуры, это в какой-то степени попытка, пусть это прозвучит очень высокопарно, я извиняюсь заранее за пафос, но я не имел ничего плохого в виду. Для меня очень важно сохранить связь с теми гуманитарными ценностями Европы, которые все-таки еще есть, и которые под угрозой сейчас находятся и в Америке из-за безумца, и в Восточной Европе, в Европе из-за жаждущих власти, по сути дела, диктаторов, таких как Орбан. Мы видим, что, по сути дела, в Венгрии и Польше являются угрозой для стабильности демократического пространства. Они, как такой тяжелый якорь, как такая гиря, они постоянно тянут Европу обратно, они постоянно противодействуют, допустим, политике миграции, они не знают, что такое европейская солидарность, они эксплуатируют эту тему, и в основном они как бы нацелены на то, чтобы получить и администрировать европейские фонды, а европейские ценности и обязанности, связанные с этим, их особенно не касаются. И населению это нравится, населению нужна стабильность. Населению невозможно сказать, что любая стабильность в современном мире, да и 200 лет назад, да и в Советском Союзе, всегда была псевдо-стабильностью, и она всегда останется псевдо. И это, например, вопрос, то, что сейчас у меня вызывает скорее восторг с точки зрения артистической, художественной реакции. Например, фестиваль современного искусства «Сурвайвл Кит» в этом году как раз, мне кажется, продолжит традицию того, чем они занимались в прошлом году. это реакция художников на глобальные вызовы, глобальные темы. В прошлом году я присутствовал в рамках этого проекта, и я видел, что тема беженцев тоже была актуальна. Так вот, Европа, с одной стороны, боится повторения ситуации 2015 года, и с другой стороны, они прекрасно понимают, что Европа в руках турецкого президента, который шантажирует, откровенно шантажирует европейцев призраком беженцев. Так вот, вопрос. По сути дела, европейские правительства боятся начать дискуссию о том, что... И дискуссия должна быть внутренне политической. Она должна происходить на внутреннем, условно говоря, рынке идей. О том, что беженцы не есть угроза. Беженцы — это возможность для Европы савитализироваться с теми регионами, в которых по независящим от них причинам, потому что они стали результатом игры геополитики, допустим, России, Турции, других регионов. Они стали жертвами. И это люди, прежде всего. Это дети, которые находятся сейчас в этих лагерях в безумных условиях, антисанитарных условиях. Они являются объектом насилия и так далее, и так далее. И когда я все это слышу, да, я не вижу этого. У меня нет дома телевизора. Но у меня есть радио. И то, что я слышу и вижу, скажем, вижу, может быть, в своем воображении, это ужасно. И вот несколько дней назад у меня появилась такая шальная мысль. Я прекрасно знаю, что многие меня могут посчитать таким городским сумасшедшим, но как-то меня это не особенно волнует. Я, например, подумал, а что если обратиться к латвийскому президенту, к Сейму и к правительству с просьбой, а может быть даже с гражданским требованием, принять несколько тысяч этих несчастных детей и юношей, которые потеряли своих родителей, принять их, потому что в Латвии вообще, условно говоря, три с половиной и беженца. А Латвия до сих пор, мне кажется, игнорируя европейскую солидарность, не считала необходимой принимать этих людей, не создавала в обществе предпосылки для того, чтобы их интегрировать. Латвийское общество, и здесь я всего лишь часть латвийского общества, поэтому это и моя вина, мы эгоистичны, мы не солидарны, мы полны ксенофобии и расизма, мы видели, что в 2015 году вдруг чудесным образом интеграция произошла внутри страны, как раз на фоне того, что ой-ой, черные наступают. И я должен сказать, что неделю назад я был под Потсдамом, на одном семинаре, который был посвящен как раз расизму в быту, или структурному расизму. И тут я присутствовал при том, как молодые люди, тинейджеры еще, или молодые родители с детьми рассказывали о том, как воспитатели иногда закрывают детей в детском саду, в отдельной комнате для того, чтобы они не играли с белыми детьми, когда их могут избивать на спортивной площадке, только потому, что у них другой цвет кожи. Я был единственным, так называемым, белым среди темнокожих или афро-немцев, неважно, как мы их будем называть, я сам часто путаюсь, поэтому не отвечаю, что моя политкорректность здесь прямо на пятерку. Но я видел вокруг себя просто людей, и цвет, признаюсь честно, я не хочу быть здесь прямо таким отличником и правильным, цвет абсолютно не имеет никакого значения. Когда человек улыбается человеку, это прежде всего судьба индивидуального ребенка, которого закрывают в детском саду. Так вот, почему нам нужны эти беженцы? Нам нужны эти беженцы в какой-то степени и из-за эгоистических причин, потому что латвийское общество пропитано тем, что я бы назвал таким ксенофобным провинциализмом. Мы постепенно скатываемся в нечто географически непонятное, политически еще менее понятное, размытое. Мы всеми силами, как общество, стремимся уйти в какой-то самообман 30-х годов, в такой ретро-кафе, где мы не замечаем, что Европа — это не только возможность вместе со своим айфоном отправиться в Испанию на каникулы, а Европа — это и ответственность и за среду, и за экологию, и за людей, которые просят помощи у европейцев. Мы напрочь забыли, что та же Сирия во время Второй мировой войны принимала европейских беженцев, та же, как и принимала Северная Африка, и другие страны, Латинская Америка и так далее, и так далее. И я поэтому подумал, что нам эти беженцы нужны для того, чтобы, может быть, быть способными совершить хоть какой-то такой разлом дискурсивный, потому что моя страна скатывается в ксенофобию, в обскурантизм, в расизм, в, скажем, такой ярый антифеминизм, и все это покрывает еще и межэтническая рознь. Игнорирование другого, только свои собственные эгоистические амбиции. Поэтому я, к сожалению, все больше и больше вижу, что молодые, талантливые или хотя бы просто чувствительные люди покидают Латвию. Я вижу людей, которые могли бы быть частью латвийского общества, но больше этого не желают делать, потому что им там плохо, больно, холодно и одиноко. И на самом деле я пофантазировал, немножко Маниловщины в этом, конечно, тоже есть, А вот как было бы, если бы Левит, вместо того, чтобы разъезжать по стране, как такой президент Дед Мороз, там, вручая подарки, почетные грамоты, цветы, взял бы да сказал бы, уважаемые сограждане, мы переживали многие десятилетия изгнания, ссылку, мы были беженцами, мы бежали, страдали, голодали, умирали, а сейчас на границах Европы есть множество детей, которые страдают. Давайте попробуем их принять. Представьте себе, что бы это была за акция, и мы бы вдруг, я понимаю, что это еще более густая Маниловщина, мы бы вдруг приняли бы это, вдруг зазвонили бы телефон, и люди бы стали жертвовать деньги, приносили бы вещи, то, что, допустим, делает организация «Хочу помочь беженцам», и на уровне президента, а президент, может быть, даже стал бы, я не знаю, там, как это называется, патроном, да, или, скажем, взял бы шефство над несколькими из этих детей, их бы стали учить латышскому языку, и так далее, и так далее. Представьте себе, как здорово было бы, если бы латвийское общество могло бы понять, что нельзя дальше прятаться в своем маленьком срубе, в этнографическом музее, не важно ли, в русском, латышском, или еще каком-нибудь, а мы бы стали просто бы европейцами, и вспомнили бы о том, что гуманизм, но он в какой-то степени наша надежда и шанс, потому что вокруг беснуется национализм, шовинизм, нарастающий авторитаризм, и, если честно, мне страшно за Европу, потому что... Да, Денис, нам надо прерваться, сейчас новости у нас, точнее, не новости, а рекламу подсказывает звукорежиссер, потом вернемся и продолжим вторая часть программы. Зима близко, через несколько минут, Денис Ханов у нас на связи из Берлина, оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Зима близко», в студии в Риге работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, на связи из Берлина с нами Денис Ханов, культуролог, профессор. Мы продолжаем сегодня наш разговор, и в первой части говорили в том числе о беженцах, и вот ты сказал как раз о том, что было бы неплохо, если бы Эггл Слевиц выступил патроном и заявил, давайте принимать беженцев. Мне кажется, эта история, на самом деле, уже давно упущена, потому что я вспоминаю тот страх, который был у нашего общества и у наших политиков. Точнее, политики этот страх использовали для того, чтобы заработать политические очки перед теми несчастными несколькими беженцами, которые могли потенциально к нам приехать. Но мы видим, что с другой стороны, вот там беженцев было несколько десятков, и они уехали, потом многие в Германию, потому что здесь им не понравилась Ингуна Риббена, бывший министр культуры, она говорила с гордостью практически о том, что голод, холод и бедность наши лучшие друзья. Голос, по-моему, не упоминал, но бедность и холод наши лучшие друзья. К нам никто не приедет, с радостью, говорила она. И сегодня я читал статью Элиты Вейденмана, в очередной раз она высказывала озабоченность тем, что беженцы сделают Латвию менее латышской страной, и, соответственно, мы должны ограничивать их поток в нашу страну. Хотя потока-то как такового нету, и вообще страна вымирает, и вот эта вся история с большими городами, которые были названы нашими своими большими городами, хотя это смех, потому что даже Ригу нельзя назвать большим городом уже, которое составляет 650 тысяч, а Лепу, Даугавпилсы, у которых меньше 100 тысяч, называть большими городами, это все больше похоже на такую красивую сказку. Мы назовем большими городами, и поэтому они будут большими городами. Можно вспомнить песню Би-2 «Большие города, пустые поездать». Наверное, про нас. В чем-то относятся. Мне кажется, мы как раз идем по пути какого-то уже создания какой-то иллюзии, создания какого-то образа страны, в которой что-то есть. А этого, беру в кавычки, что-то есть, уже практически ничего не осталось, и вот эта вся эксплуатация национальной идеи, мне кажется, уже какой-то агонией. Вот ты не согласен с этим? Во многом я с тобой согласен, и я думаю, что ты очень образно и песню вспомнил, и образ поезда. На самом деле, мы до сих пор за 30 лет не смогли развить ту сеть железных дорог, которая позволила бы, допустим, жителю Лепа и там за полтора часа добраться до Даугавпилса и наоборот. То есть до Резекна, где я когда-то преподавал или, допустим, ездил слушать концерты, мне необходимо было добираться 4 часа. И я думаю, что до сих пор это так и есть. И неважно, едешь ли ты на машине по раздолбанным дорогам, либо ты едешь на поезде, в которой, который останавливается у каждого куста, вместо того, чтобы сделать экспресс Рига-Даугавпилс и, по сути дела, там за полтора часа развить скорость там 200 километров и все. А наши поезда все еще ездят по скорости времен Александра Третьего. Так что здесь об этом нечего даже говорить. Я думаю, что сказка о Голом Короле, которая в очень интересной версии поставлена, например, в Даугавпилском театре режиссером Шапошниковым, где он играет короля, этому режиссеру свойственна очень острая ирония. В то же время он обликает ее в такие, скажем, формы театра, комедии, дель-арте, но стоит съездить туда, если доберетесь, до Даугавпилса. И для этого нужно потратить почти целый день. И тогда вы увидите, что, по сути дела, это сказка о нас. И в качестве, скажем, инструмента того, чтобы людям закрывать глаза или, может быть, даже рты, служит всеми хорошо нами, скажем, нам известная лояльность, потому что мы видим реакцию на критическую журналистику со стороны национального объединения. Но вы знаете, это моя любимая песня, национальное объединение для меня является индикатором того, насколько нестабильна латвийская демократия, потому что, по сути дела, это право-радикальная партия, находится в коалиции правительства уже, что называется, десятилетиями. И в других странах, например, такие партии, как АФД, просто-напросто их, ну, они зачумленные, они пари, и к ним нельзя прикасаться. Это опасно. И опасно, потому что они сами являются опасностью и угрозой для демократии. И мы видим, что журналистика в этом едина с политикой. Мы видели случаи в Тюрингии, когда очень быстро, правда, совершив ошибку, но демократические партии все-таки очень быстро осознали, что они натворили и избавились от этой партии. И, по крайней мере, на уровне возможной коалиции или поддержки. Но в Латвии, да, в Латвии мы голый король. Мы, по сути дела, пытаемся создавать во многом, я думаю, что это старая советская традиция. И странным образом латвийский парламент, скажем, провозгласив декларацию 4 мая, что для многих действительно было актом такого политического убеждения, смелости. Для многих это стала возможность ну, в какой-то степени просто перекраситься, скажем, поменять шкурку, одеть другую маску. И во многом мы все еще довольно-таки наполнены старым коммунистическим отношением к политической культуре и пространству. Это абсолютно утилитарное желание иметь власть и материальные блага. Это желание так называемому народу, запуганному и бедному, как с гордостью подчеркнул госпожа Риббина, показать своеобразное чудовище, я не знаю, там придумать очередного врага или какую-нибудь страшную куклу и постоянно этой куклой вертеть и крутить перед глазами так, чтобы мы продолжали верить в то, что нам абсолютно необходимо выбирать, жить и дышать по этническому признаку. Да, но здесь, мне кажется, еще одна проблема, это комплекс, который формируется у среднестатистического жителя Латвии, потому что, когда ты смотришь на другие страны Европы, ты видишь, что они что-то производят, они что-то создают, они в чем-то добиваются успеха, когда смотришь на Латвию, я понимаю, что можно здесь, конечно, оппонировать, и у нас что-то есть хорошее, и, безусловно, что-то хорошее у нас есть, но этого хорошего очень мало, если разобраться, если даже посмотреть на отрасли, в которых что-то происходит, то, в общем-то, гордиться нам по большому счету нечем, будем откровенны, мы проигрываем уже нашим ближайшим соседям, странам Балтии, Литве и Эстонии, причем проигрываем уже серьезно, и будем проигрывать еще больше, и далее все это развивается, потому что ты начинаешь задумываться, а что в этой стране, а что в этой стране я могу изменить, и могу ли я что-то изменить, или вот эта система созданная, достаточно коррупционная, порочная в какой-то степени, она будет процветать, потому что мы наблюдаем не какое-то развитие, того, что вот раньше было хуже, а сейчас стало лучше, есть ощущение того, что мы как раз мельчаем, и это связано с демографическим, и с демографической ситуацией, и с тем, что, когда уезжает значительная часть активного, умного, пассионарного населения, то, в общем-то, остаются те, кто остаются, и далее политика уже использует эту карту, и мы деградируем, и дальше я вот смотрю в будущее нашей страны, и, честно говоря, ничего хорошего я там не вижу, но ты говоришь о том, что тебя иногда накатывает депрессия, или какие-то панические настроения, вот у меня достаточно давно уже сложилось впечатление, что никакого светлого будущего, как говорили в Советском Союзе, я там не вижу, честно говоря, я думаю, что будет хуже, ты не согласен? Я думаю, что будет хуже по той простой причине, что экономический спад в Европе это общее явление, это знаю даже я, который ничего не понимает в экономике, и я просто слушаю, может быть, умных людей, экспертов, и, с другой стороны, наша экономика не основана на производстве, причем на производстве, которое было бы энергоемким, и, условно говоря, наш, скажем, полезный коэффициент или результат, высокая прибыль, это все довольно-таки ничтожно, мы в основном продолжаем, скажем, экспортировать то, что у нас есть, какие-то наши скудные природные ресурсы, мы не инвестируем в высокие технологии, потому что для высоких технологий нужны эксперты, а эксперты нередко находятся за границами страны, например, тот же Берлин просто как какой-то безумный Сатурн пожирает, но в позитивном смысле, просто постоянно вбирает в себя новых специалистов, IT, медиков, инженеров, и так далее, и так далее, и не только, скажем, точные науки прикладные, но и гуманитариев, неважно кого, просто это голодный город, и в то же время Германия сейчас резко упрощает возможность для жителей третьих стран, для как раз тех, кем нас запугивает наше национальное объединение, обещая в то же время резкое повышение нашей, скажем, деторождаемости, только непонятно, каким образом, Германия облегчает доступ этих людей на рабочий рынок, устраивает специальное агентство, которое помогает, допустим, сравнить диплом, скажем, всю бюрократию быстренько привести в порядок, чтобы люди начали работать. И я встречаюсь здесь с интересными, талантливыми, молодыми людьми из России, из Украины, из Латвии, естественно. Часть моих добрых знакомых стала вдруг появляться на улицах Берлин, такое ощущение, что здесь начинает появляться такая рижская община. Эти люди работают на благо этой страны, эти люди являются основой того, что Германия смогла пережить и предыдущий сильный экономический кризис и рецессию. Что мы предлагаем и что мы видим в латвийской экономике? Прежде всего, мы видим жесточайшую политику налогов, которая абсурдна по той простой причине, что даже любое частное лицо вдруг должно в конце года обнаружить такой приятный сюрприз, что мы еще, оказывается, что-то не заплатили, хотя я, например, плачу налоги все до последней копейки и тут вдруг получается, что это еще не так. Хорошо, это очень-очень сугубо частное и может быть очень инфантильное мнение, потому что я не знаю всех тонкостей этого закона, но те некоторые предприниматели, с которыми я знаком в Латвии, стремительно сейчас переносят свои производства в ближайшие страны, в Эстонию, в Литву. Опять же, основа – это экономическая налоговая политика для малых и средних предприятий. В Латвии же, насколько я понимаю, все нацелено на то, чтобы выжить из, допустим, частного сектора и из конкретных физических лиц все, что есть, все, что возможно, штрафовать, не допустить, контролировать, и в результате мы выходим на то, что уничтожается основа для хоть какой-либо прибыльной деятельности в малом и среднем бизнесе, это прежде всего и рабочая сила, и, естественно, легально, скажем, легальное налогообложение и возможность получить новые средства. Что мы видим в результате? Мы видим то, что вдруг население просыпается и с ужасом видит, что закрываются кружки, закрываются всевозможные театральные, танцевальные, хоровые, объединения и так далее, и так далее. Условно говоря, все то, к чему мы так привыкли. Пару лет назад к моему интересу, но к моему несчастью, ибо говорят, это знание великие несчастья, я консультировал Делфи по поводу некоторых вопросов предвыборной компании в самоуправлении. И я получил доступ к тогдашним актуальным экономическим показателям, они не являлись никакой тайной, но они, может быть, являлись для меня откровением, я до сих пор этим не интересовался. И я взглянул на эти таблицы, и то, что я до сих пор помню, что я констатировал, что такой резкий перевес тех, кто социально получает помощь от тех, кто работает и платит налоги, они настолько не пропорциональны, что, по сути дела, мы уже можем говорить скорее о том, что вот этот один несчастный работающий держит у себя на плечах там множество пенсионеров, детей, людей страждущих, которые должны получать качественную социальную помощь, но ее просто скоро будет неоткуда брать. И, к сожалению, несмотря на очень эффектную новогодную речь господина Каринша, мы видим, что рассказ, к сожалению, совсем другой. А другой во многом да, мне кажется, здесь тоже важно учитывать этот факт, потому что вот это создание закрытого государства с одной стороны это завеса, это определенная информационная завеса, которая базируется на том, что, ну как-то так, ну вроде неприлично говорить о своем государстве плохо, мы же вроде националистически настроены, а националистически настроены это означает, по сути дела, закрыть глаза на реальность, а патриот ведь это означает игнорировать реальность, что на самом деле совсем по-другому. патриот это тот, кто, по сути дела, я считаю, что мы с тобой патриоты, мы каждый раз в неделю чихвостим латвийское правительство, потому что это есть часть демократии, мы ругаем их и постоянно избиваем палками, потому что этого они заслуживают, и такова свобода слова, прессы и основа демократии сказать, я недоволен, я хочу менять, вместо этого нас обвиняют в том, что там, как ты сам говоришь, происки, волосатая рука и так далее, и так далее. Например, история с российскими каналами, это такая советщина, это такая советщина, тогда глушили радио свободы и люди, те же латыши, сидели в погребах или где-нибудь у себя на огородах и слушали сквозь весь этот шум и треск в определенные вечера. Мне рассказывают коллеги, которые чуть старше меня, что они все равно знали, что все это ложь и обман советский и так далее, а что мы сейчас будем предлагать на наших каналах, мы будем предлагать историю, в которой меньшинственные группы себя не видят, это все пройдет мимо. На это истратятся деньги для определенных политологов, которые обслуживают это и, может быть, получат некоторые дотации, по сути дела, на голодном пайке, содержащиеся государственные СМИ. Они государственные, они не общественные, потому что они, к сожалению, подвержены влиянию, политическому влиянию нашей коалиции. В отличие от Германии, где, по сути дела, ни одна коалиция не может даже палец поднять на общественные СМИ, потому что их финансируют жители страны напрямую. Никто не может повлиять на это. Здесь интересный нюанс, на который я обратил внимание буквально вчера. Сармит Эйлор, советник президента по вопросам культуры и средств массовой информации, она уже сказала о том, что мы хотим легитимизированно влиять на средства массовой информации общественные. То есть уже никто по большому счету не скрывает, что средства массовой информации, которые финансируются из государственного бюджета, они должны подвергаться влиянию власти. Ну, там они красиво все это пытались оформить, что критика мы можем критиковать, критика, возможно, в демократическом процессе, но я с тобой согласен, что, конечно, никаких общественных СМИ мы уже говорить не можем. Это государственные структуры, которые зависят от государственного бюджета. И здесь, мне кажется, главная проблема, которая заключается в том, что почему-то политики считают, что государственный бюджет это их деньги, а не деньги мои, твои и тех людей, которые платят налоги. И вот эта культура того, что деньги государственные, соответственно, мы государство, то есть депутаты Сэйма, не знаю, там, правящие партии, считают, что мы платим и заказываем музыку. Хотя это не так. У нас, то есть, нет этой культуры того, что общество является тем, кто заказывает музыку, а не те люди, которые там сидят. Да, ну, Вадим, на самом деле, я помню, в одном из комментариев к одному из твоих вопросов в Фейсбуке прозвучала фраза, видимо, достаточно ядовитая, а где же протесты, пикеты и плакаты? Ну, я могу то же самое повторить, а где, собственно говоря, журналисты, которые, допустим, устраивают забастовку и говорят, нет, мы вот целый час не будем нажимать на кнопки, не будем выходить в эфир, мы не скажем ни слова, мы не идем гримироваться, мы ничего не будем делать, пока с Армией Тейлорта, например, не будет уволена за подобные фразы, потому что они, по сути дела, они граничат с некоторым ущербом для демократии. Ирония судьбы в том, что Армией Тейлорта когда-то была редактором газеты «Дьена», которая, собственно говоря, является архивом латвийского независимого и демократического государства. Эта газета, что называется, была тем, кто фиксировала первые шаги Латвии в сторону демократии, а теперь бывший редактор этой газеты, собственно говоря, став, ну, скажем, политиком, она забыла то, что политик, прежде всего, должен быть обязан поддерживать демократическую культуру и плюрализм. Она уже объявляет в таких вот очень хорошо оформленных и раскрашенных фразах о том, что, на самом деле, какой аргумент? Естественно, это аргумент безопасности государства, это все те следы якобы борьбы с терроризмом, который необходим и очень удобен для права радикального дискурса и для популистов. Мы теперь можем этим объяснить все. К счастью, тут еще и коронавирус подвернулся, например, итальянское правительство уже начинает цыганить, простите за выражение, у европейского сообщества какие-то дополнительные привилегии, какие-то скидки, разрешения, продления и так далее, и так далее. А в Латвии в результате мы скоро поймем, что действительно под маской безопасности и стабильности для государства очень стремительно будет сокращаться демократия. Стабильное государство это тогда, когда стабильно критическое мышление граждан государства, когда граждане не являются зрителями, а когда граждане могут сказать «нет, эти деньги мои, Сармит Элэртэ не может контролировать те СМИ, которые я финансирую». Сармит Элэртэ находится в этой должности только для того, чтобы благодаря своей компетенции и опыту охранять, защищать и развивать демократическую культуру этой страны. В результате мы видим, что произошла некоторая смена коммунистического режима на националистический режим с очень короткой фазой демократического плюрализма. Теперь плюрализм стал страшен, потому что он может привести к смене политической элиты и к тому, что нужно уметь делиться. И в результате мы видим, что бывшие носители свободы слова превращаются в тех, кто эту свободу будет душить. Но, честно говоря, после политики Элэртэ в области интеграции я от нее ничего другого не ожидал. К сожалению, многие латвийские культурные деятели слишком поздно сознают, что национализм не есть синоним культурного пространства. Здесь, мне кажется, еще один момент. Очень много, я сегодня говорю, кажется, потому что это допущение и потому что хочется надеяться, что, может быть, это не совсем так, как мы с тобой это описываем. Но, мне кажется, опять же повторюсь, что это все-таки так. История с Первым Балтийским каналом. История с тем, как сейчас ликвидируют службу новостей «Латвийское время», можно по-разному относиться к Первому каналу российскому, но, тем не менее, он работал в юридической плоскости. И здесь мы наблюдаем следующую картину. Внеочередные выборы, которые скоро предстоят, и перед этим служба государственной безопасности замораживает счета, проводит обыски и таким образом фактически ликвидирует новостную службу Первого Балтийского канала. Они закрывают программы «Латвийское время» и еще ряд авторских программ, которые там выходили. Таким образом, у той же партии «Согласие» сокращается ресурс воздействия на свой электорат. И здесь можно, конечно, дискутировать, правильно или неправильно, что СМИ это делают, но, тем не менее, такая игра со стороны государства, когда они вырубают рубильник у той политической силы, которая им не нравится. Это же тоже страшно. Это прецедент, это опасный прецедент. Да, мне очень не нравится партия «Согласие». У меня очень много претензий. Я не считаю, что они, скажем, развивают демократию в латвийском обществе. Но развивать демократию в латвийском обществе означает позволить этой партии тоже иметь равные шансы в медийном пространстве, противопоставить свой месседж, свое сообщение, свой тезис, свои идеи, вызвать здоровую конкуренцию. Это происходит, например, сейчас между АФД и демократическими партиями в парламенте. АФД есть часть воли избирателей. Многим, очень многим, эта партия кажется нонсенсом, эта партия является серьезным вызовом демократии. Это сейчас, например, видно в обсуждении темы гендерной политики, равноправия женщин в Германии. Это ярко-популистская партия, с этим все как бы понятно. Но так как они есть часть пространства, и они не запрещены Конституционным судом, а Конституционный суд очень осторожно, очень осторожно относится к запретам, потому что запрет всегда чреват. В латвийской ситуации то, что действительно является угрозой, и я прекрасно понимаю, что политики это понимают, та же ЭЛРТ, там и прочее, прочее, тоже национальное объединение, они прекрасно знают, что они играют и с хрупкой вазой демократии. Они как жестокие, злобные дети бросают ее, швыряют, а далее, пока наконец по кусочкам она не развалится или просто не ударится об стену и превратится в осколки. Они прекрасно знают, что в латвийском обществе многие себе не могут позволить демократию. Что это значит? Демократия — это прежде всего включаться, выходить на улицы, не бояться и так далее, и так далее. Многие вынуждены из-за той бедности, которую славит госпожа Риббена, себя, правда, исключив из этого, судя по всему, многие люди просто не могут себе это им не по карману. Они забиты тем, что они вынуждены работать на нескольких работах, они думают, как избежать, скажем, социально очень несправедливого налогообложения, они пытаются выкрутиться, они пытаются обмануть, они участвуют в теневой экономике, они участвуют в этом круговороте коррупции и так далее, и так далее, и слушают постоянно нечто очень брежневское, о том, что в закрома родины засыпали, о том, что мы продолжаем успешно преодолевать и так далее, о том, что кругом нас враги, поэтому мы будем закрывать постепенно медийное пространство. Вместо того, чтобы закрывать первый Балтийский канал, который все равно кто-то где-то будет слушать, не будет этой редакции новостной, будет другая, будет прямая трансляция из России через кабельные телеведения, через мобильный телефон и у себя на даче где-нибудь на своих шестисотках человек останется в плену тех же фейк-ньюс, которые были. Но оказывается, что фейк-ньюс нужны и латвийской политической элите, потому что на них тоже можно заработать, не только политологи, но и сами политики. Поэтому, в принципе, мой пессимизм связан с тем, что культура популизма, радикализма, национализма, которая шаг за шагом убивает демократию и свободу в Европе, постепенно становится биосистемой. Это биотоп. Это коронавирус, ты считаешь? Людям это необходимо. Можно провести аналогию с коронавирусом, который сейчас... Коронавирус – это не самая страшная беда. Через несколько дней люди выздоравливают. У большинства людей в той же Германии это проходит в легкой форме. Давайте взглянем на ежегодную статистику смерти от обыкновенного какого-нибудь гриппа. Не будем вспоминать испанку или еще что-то. Люди с осложнениями, с какими-то, скажем, проблемами в здоровье, они действительно становятся жертвами, что очень печально. Но такова статистика. Каждый год смерть собирает свой урожай. Увы. Но из-за этого делать истерику не стоит, потому что таких вирусов было много и еще будет. Так что в этом смысле это скорее желание действительно привести людей в истерику. То есть угроза демократии сегодня гораздо серьезнее, чем угроза человечеству от коронавируса? Если подытожить... Да, проблема в том, что демократия нужна все меньшему и меньшему количеству людей. К сожалению, мы во многом проснемся и очнемся слишком поздно. Я могу еще понять людей 20-30-х годов, куда мы серьезно скатываемся, где люди просто не знали, как это было раньше. Они 300, 500, 600 лет жили при царе-бадюшке, при императоре и кайзере. Они просто не знали, что бывает по-другому. И то, что на них свалилось тогда, было просто много, интенсивно, безумно, непонятно и страшно. Мы, нынешние европейцы, мы жили при свободе. И я, к сожалению, должен сказать, что некоторые мои собственные темные мысли, видимо, начинают обретать форму. У меня было ощущение несколько лет назад, после всех националистических документов в политике в Латвии, после, скажем, неудачной попытки интеграции и так далее, я думал, что мне придется, видимо, жить во второй части моей жизни, не знаю, сколько ее будет, в воспоминаниях о свободе. Вот мне бы этого очень не хотелось. Я нередко провожу параллели без каких-либо претензий на талант тех людей, людей Серебряного века, которые вынуждены были остаться в Советской России, тот же Кузьмин, например. И они, вспоминая о том, что летом они проводили время в дискуссиях с импрессионистами или кубистами на Ривьере, потом вынуждены были жить в коммуналке в Петербурге и вспоминать свободу. А это очень страшно. Поэтому я очень надеюсь, что то эмоциональное, что сегодня прозвучало, в какой-то степени станет, во-первых, некоторым, ну, в какой-то степени такой исповедью в формате Скайпа. С другой стороны, я понял, что есть еще надежда, потому что в Европе есть страны, в которых традиция демократии очень сильна. это Франция и Германия и сотрудничество этих стран очень важно для того, чтобы сохранять демократию. А нашим политикам хочу сказать, что все-таки придется принимать беженцев и обществу придется к этому привыкать, потому что все больше и больше увеличивается давление на эти отсталые, отсталые в этом смысле страны, на Восточную Европу, потому что должна быть солидарность и в принятии беженцев. Европа и свободы это не только коробка с конфетами, которые я хочу есть, только потому, что мне нравится эта начинка, а вот ту с бананом я хотел бы отложить в сторону. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим программу «Зима близко». Денис Ханов из Берлина, меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, обеспечивал качество эфира. Спасибо, Денис, всего доброго. Спасибо, до свидания, до следующей недели. До свидания.